Почти неделя прошла после пожара на Княжеской. Я напомню, там выгорело 8 квартир. К настоящему моменту есть несколько версий возгорания, но мы проверили, где сейчас находятся погорельцы и что им обещают городские власти. Больше знает Яна Нестеренко. Третий этаж весь был задымлен так, что я ничего не видела, закрыла голову курткой и спускалась вниз. Третий этаж не горел. Горел второй и наш четвертый не горел. Он загорелся. Вот моя квартира загорелась в 4. В 2 я вышла. Моя квартира загорелась в 4. Квартира рядом загорелась где-то в полчетвертого. Черные стены, мебель, сырость, удушающий запах гари и абсолютно нежилые помещения. Причины масштабного пожара на Княжеской до сих пор устанавливаются. Одни жители считают, очагом стал захламленный чердак четвертого этажа. Другие говорят, это произошло на кухне того же этажа. У спасателей также есть своя версия. Огонь мог попасть в здание извне. Очаг был в комнате, в захламленной комнате, в комнате со стороны черного вода. Дальше мы еще разбираемся, потому что там очень много, действительно, как сголопы. Очень много холана. Все надо перебрать и забрать. Ольга живет на четвертом этаже в коммуналке. Ее часть помещения сгорела полностью. Женщина считает причиной пожара высоковольтный ввод проводки квартиры. По ее словам, это уже не первое возгорание в доме. Этот ввод загорался дважды. Один раз я его тушила лично из ведра, а второй раз пасмассовым тазиком в резиновых тапочках. Первый пожар, который был, ну скажем, два, может быть, три года назад, выгорела вся лестничная клетка, сгорела вся краска, у нас обгорели двери. Рухнула часть побелки вот таким приличным слоем с крыши, с потолка в парадной. А еще здесь частые скачки и загруженность электросети, особенно в холодный период. С просьбой обезопасить эту проводку местные жители обращались не раз. Непосредственно в ЖЭК. Мы звонили в энергосбыт, они говорили, что это хозяйство ЖЭКа. Значит, в ЖЭКе нам говорили, что сделали все, что могли, уже делают все, что могут. И я, собственно, не готова контролировать ежесекундно действия компетентных органов. Я не знаю, как чинят проводку. Ольга рассказывает, все, что уцелело при пожаре, это кровать и письменный стол дочери. Маленький диванчик и белый стол мастерской работы, большой учебный стол, нам удалось разобрать и вывести. Насколько он подлежит потом восстановлению, мы не знаем. Посмотрим, попробуем отмыть. Но разобрать и вынести мы его смогли. Это удалось. Все остальное, боюсь, что все вещи уже не подлежат никакому восстановлению, мы попытаемся отстирать. Увидим, что получится. Размер компенсации пострадавшим будет зависеть от справки о доходах. Ну а сейчас все погорельцы временно находятся в одной из одесских гостиниц, где места катастрофически мало, из-за чего некоторые все же переезжают к знакомым. Сколько людей пробудут в таком положении, неизвестно. Но некоторые уже говорят, что, кажется, о них забыли. Яна Нестеренко, Валентин Мирза, 7 канал.